Привет, друзья! Сегодня мы в гостях у сказки и будем лепить вот такую замечательную бабу-ягу. А чем же она такая замечательная, спросите вы? Да потому что очень, очень добрая! Она главная хозяйка леса и присматривает за всеми его жильцами. Поэтому все звери живут в мире и счастливо, и с радостью помогают друг другу. И как раз сегодня один из таких дней. Прилетел ворон Кузя и сообщил, что в глубине леса плачут дети. Они заблудились и не могут найти дорогу обратно. И баба-яга с Кузей отправились на помощь детишкам. А что же в сумке у бабы-яги? Как вы думаете, какой волшебный предмет она решила подарить детям, чтобы тот помог ему найти дорогу домой? Об этом вы узнаете в конце этого видео. Итак, приступим. Для тех, кто не умеет рисовать, можно воспользоваться вот таким способом. Наложив лист А4 на монитор компьютера, ноутбука, либо планшета. И аккуратно, слегка нажимая карандашом, обвести просвечивающийся сквозь бумагу рисунок. Это сократит большое количество времени. Затем накладываем вырезанную фигурку бабы-яги на лист картона кирпичного цвета и обводим простым карандашом. Также приблизительно обозначим детали внутри контура. Затем берем чуть-чуть розового пластилина, немного желтого и белого. Хорошенько смешиваем, чтобы получился телесный цвет, который мы будем использовать для лица и рук. Сформируем вот такой плоский овал и обозначим нос бабы-яги. Стеком смоделируем лицо. Ребят, у нас нет задачи сделать копию рисунка, поэтому все приблизительно. Нос, щеки, рот, все как получится, все как умеете. Аккуратно подравниваем. Подчеркнем уголки рта с обеих сторон. А сейчас небольшой овал из белого пластилина накладываем в то место, где у нас будет глаз. И слегка надавливаем пальцем. То же самое делаем со вторым глазом. Тонкой полоской коричневого пластилина сделаем глаза нашей героини более выразительными. Пусть она будет голубоглазой симпатяшкой. Черными точками обозначим зрачки. Брови я делаю из серебряного пластилина, но можно заменить серым цветом. Стеком наносим небольшие царапки, чтобы брови казались более натуральными. Вот что получилось. Далее лепим рукава. Сначала накладываем зеленый цвет, а сверху салатовый. Стеком убираем лишнее. Темно-зеленым цветом создадим дополнительный объем. А теперь из таких вот колбасок создаем волосы, чередуя серебряный с черным. И чтобы баба яга не была похожа на индейца с перьями, сообразим ей головной убор. Стеком придаем форму платку. Оформляем шевелюру серебряных волос. Посмотрите, это уже не индейец, а вполне узнаваемая бабушка яга. Украсим платок белыми точками. А сейчас полосками из синего пластилина обозначим юбку. И заполним голубым цветом. Стеком уберем неровности и придадим текстуру. Фарфук сделаем красного цвета. Формируем вот такой треугольник и накладываем его рядом с юбкой. Обрежем лишнее. Сделаем пояс и завязки. Посмотрите, как интересно получается. Приступим к ступе. Изготавливаем вот такие детали. Берем темно-коричневый шарик и слегка сплющиваем. Накладываем на нижнюю часть ступы. Определяем в нужное место полоску из темно-коричневого пластилина и остальные детали ступы. Как обычно стеком срезаем лишние участки, тем самым выравнивая по бокам и середину. Оформляем ступу бежевым цветом. Для этого смешиваем белый, чуть коричневого, розового и желтого цвета. Получился очень теплый цвет. Стеком создадим текстуру дерева. А сейчас одновременно будем лепить руки Бабы-Яги и метлу. Для начала скатываем вот такой блин. Потом колбаску из темно-коричневого пластилина размещаем в том месте, где у нас будет находиться часть метлы. А именно в руках у Бабы-Яги. Стеком создадим углубление в ступе для второй части метлы. Вот так это теперь выглядит. Оформим прутиками. Стеком утончим прутики. А теперь берем две вот такие колбаски разного цвета и аккуратно скручиваем их между собой. Делим ее на части и размещаем в нужных местах метлы и ступы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Доделаем, наконец, руки. Необходимого цвета пластилин помещаем между рукавом и палкой. Формируем руку. Переходим к пальцам второй руки, начиная с большого. Субтитры подогнал «Симон» Посмотрите, теперь наша героиня крепко сжимает метлу в своих руках. И какая же Баба-Яга обойдется без яркой заплатки на юбке? Вырезаем желтый квадратик, создаем рваные края и наклеиваем на юбку. Стеком отметим зазубринки по краям. Из вот таких колбасок темно-коричневого и коричневого цветов изобразим ветки дерева и ствол. Стеком вырезаем дупло. Волнистыми полосками придадим текстуру коре дерева. Из зеленого пластилина вырезаем траву и размещаем ее у корней. Поверх нее накладываем салатовый цвет и стеком создаем травинки. Со вторым деревом проделываем все то же самое, что и с первым. Вот такие сказочные деревья у нас получились. Так же, как и в первом случае, создаем траву. На темно-зеленый слой накладываем другой оттенок зеленого и стеком показываем травинки. То же самое проделываем и в нижней части. На деревьях появились треугольные листочки темно-зеленого и салатового цветов. Сделаем листья рельефными. А сейчас вспомним вопрос, который звучал в начале видео. Что в сумке у бабы-яги? Какой волшебный предмет она решила подарить детям, чтобы тот помог им найти дорогу домой? И сейчас мы с вами это узнаем. Но для начала сделаем сумку из синего пластилина. Расположим ее возле ступы и стеком обозначим штрихи. И, наконец, появляется шарик голубого цвета. Есть идеи, что это? Итак, внимание! Это волшебный клубок, который сам катится и указывает путь. А теперь поместим нашу работу в рамку. И, наконец, баба-яга добралась до детишек и вручила им заветный подарок. Дети очень обрадовались, ведь теперь они легко найдут дорогу домой. Волшебный клубок укражет им верный путь. Друзья, если вам понравилось это видео, напишите в комментариях. И не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Ссылочка внизу в описании. А я прощаюсь с вами. Желаю радостного настроения и творческих успехов. До новых встреч!